Здравствуйте! Итак, сегодня у нас iPod Touch 5-го поколения. Именно в нем будем менять стекло. Ставим на сепаратор, нагреваем. 90 градусов. Затем заклеиваем скотчем, чтобы все осколки держались вместе. Затем будем снимать стекло. Будем снимать не вместе с рамкой от корпуса, а будем снимать стекло относительно рамки. Так мы абсолютно не повредим мягкий алюминиевый корпус. Так, дисплей мы от рамки отделили, затем уже можно вытаскивать рамку. И, как мы видим, сейчас она вытаскивается уже достаточно легко. Затем откручиваем все винтики. Отклеиваем шлейф кнопки Home. И снимаем металлическую защиту в сторону. И отделяем камеру от рамки передней. Затем откручиваем винты, которыми прикреплена плата. Так как коннекторы расположены снизу платы, отрываем шлейф, который приклеен к плате. Затем поддеваем плату и отщелкиваем коннекторы. Итак, дисплей у нас снят, можно продолжать. Снимаем рамку. Здесь вот такая штучка металлическая. Ею можно повредить дисплей. Поэтому аккуратно. Затем фиксируем дисплей на сепараторе. Сепаратор вакуумный. Я не очень доволен. И срезаем стекло. Итак, стекло срезано. Затем металлическим скребком счищаю большую часть клея для того, чтобы было удобнее срезать полярозатор. Можно и не счищать этот клей, но мне так удобнее. Теперь уже, когда нету лишних осколков, начинаю срезать полярозатор. Фрорезатор снимается на айподе достаточно тяжело. Или это экземпляр такой попал? Но намного тяжелее, чем на пятерках, пятясках и шестерках даже. Вверху чуть-чуть не разрезаем, миллиметр, чтобы не погнеть шлифе. И вот так отрываем. Затем спиртом чуть-чуть его намачиваем для того, чтобы он стал помягче. И по чуть-чуть его счищаем. И вытираем спиртом до полной чистоты. Итак, проверяем, ничего не мель повыдели. Без поляризатора изображения нет, с поляризатором есть. Проверяем сенсор. Все работает, можно продолжать. Фиксируем дисплей к текстолиту на скотч. Это такой бюджетный способ нанесения поляризатора и окопленки. Надеюсь, в следующем видео у меня уже будет ламинатор для поклейки. Он уже приедет. Затем фиксируем поляризатор. Делаем такой хвостик из скотча, за который будем придерживать. Еще раз начисто вытираем. На данном этапе вытирание очень важно. Букажная маленькая пылинка будет выглядеть как битый пиксель. И раскатываем поляризатор. Подрезаем уголок защитной пленки поляризатора. Вот так. И только проводящим клеем или лаком восстанавливаем металлизированное покрытие, которое снимает статику с дисплея. Не знаю, хорошо ли видно, как именно это делается. Но так, как было изначально. Затем ставим окопленку, фиксируем ее. Снимаем защитный слой с окопленки, снимаем защитный слой с поляризатора. Снимаем второй защитный слой с окопленки. И раскатываем. Затем ставим рамку. Рамка такая же, как на пятерку и пятяц. Она подходит. Снимаем защитный слой окопленки. Ставим стекло. Стекло и пода другое, нежели у айфонов, потому что нет дырки на динамик. Вот так вот приставляем и несем в вакуумный ламинатор. Вставляем. Запускаем и ждем 5 минут. Так, детальность готова. Пузырьков нет. Все хорошо. Все красиво получилось первого раза. Проверяем. Все прекрасно работает. Можно собирать до конца. Ставим кнопку HOME. И будем приклеивать рамочку на клей E8000. Затем будем приклеивать рамку. Будем собирать процесс сборки. Углубляться особо не будем. Здесь, я думаю, все понятно. Просто ставим все на место, закручиваем все винтики. И все. Все защелкиваем. Так, айпод готов. Все прекрасно работает. Следов вскрытия на корпусе нет. Всем спасибо за внимание. Смотрите видео. До свидания. Ну и зажимаем для того, чтобы хорошо засох на вот такие зажимы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.